Я запущу у себя штуку, которая называется Jupyter Notebook. Соответственно, вы у себя тоже, пожалуйста, запустите. Как это обычно выглядит? Если вы работаете под Windows, то у вас, скорее всего, после установки анаконды, где-то в меню пуск или еще где-то в этом роде, должна была появиться кнопочка Jupyter Notebook. И вот на нее нужно нажать, и дальше появится какое-то непонятное черненькое окошко, потом запустится браузер, и в этом браузере откроется что-то такое, какая-то страница. Если вы работаете под macOS, то, скорее всего, после установки анаконды у вас появляется такая штука Anaconda Navigator, на него нужно кликнуть и, соответственно, там выбрать тоже Jupyter Notebook. Попробуйте это сделать. Давайте я покажу, что, по идее, вы должны ожидать в конечном итоге увидеть. Сейчас я запущу у себя тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот что-то в таком стиле вы должны увидеть сейчас у себя. Как? Получается? Тут могут быть еще какие-то файлы. Вот у меня здесь сейчас пустой список файлов, а у вас тут могут быть какие-то файлы. Окей, смотрите, значит, давайте я сразу скажу. То есть несмотря на то, что у меня сейчас запущен браузер, это не означает, что мне нужен интернет для того, чтобы работала вот эта штука. Если вы посмотрите на адресную строку, то там будет написано что-то вроде localhost, двойточий что-то там, или 127.0.1, двойточий что-то там. Скорее всего, что-то такое будет написано. Вот это на самом деле означает, localhost означает, что вы обращаетесь к серверу, который находится на вашем же собственном компьютере. То есть оказалось, что довольно удобно сделать так, чтобы браузер был как бы интерфейсом к некоторой программе, но при этом никакого интернета на самом деле не нужно. Значит, если вдруг у вас совсем ничего не работает, скажите мне об этом прямо сейчас, и я подскажу, чего делать, может быть. А можно подсказать, чего делать, потому что что-то у меня нет такой штуки. Я просто винду поставила, пакет, ну и все, собственно. Так, ну хорошо. А вы видите там где-нибудь, если, например... Сейчас, у вас какая операционка? Винда. Винда. Там есть что-то похожее на меню пуск, и если там набрать... У меня есть ноутбук только в виде питоновского файла, и все. И он не открывается, к тому же. Хорошо, ладно. Давайте тогда так сделаем. Смотрите, есть другой подход, который нас сейчас в какой-то мере устроит. Значит, есть штука, которая называется Google Collab. Значит, Collab Research Google.com. Сейчас я просто отправлю ссылку. Значит, и вы можете зайти в этот Google Collab. Значит, я в чатик Zoom отправил сейчас ссылку. И работать в этом колабе. Это примерно то же самое, что Jupyter Notebook, только работает он на гугловских серверах. Вот можно сделать здесь. Значит, он, скорее всего, попросит залогиниться под гугловским аккаунтом. И после этого вы сможете делать то же самое, что мы сейчас делаем на локальном компьютере. Тут уже только нужен интернет. Значит, почему курс весь не на колабе? Потому что удобнее... Ну, окей. Мне удобнее работать локально. Теоретически можно пройти большую часть курса на колабе. Не уверен, что прям совсем все. Может быть, будут какие-то вещи, которые все-таки на колабе не запускаются. Ну, там, работать с файлами мне точно удобнее локально, потому что, если у меня есть какой-то файл, который лежит локально, мне его нужно обработать, мне, естественно, удобнее запустить код у себя, а не подцеплять как-то этот файл к колабу через Google Drive и, в общем. Вот. Итак, значит, вот то, что у меня получается в колабе. И то же самое я сейчас делаю у себя локально. Значит, если вы просто работаете в своем Jupyter ноутбуке, вы делаете... Значит, можно сделать нее, и тут у вас будет что-нибудь вроде PythonRoot или еще что-нибудь в этом роде. Ну, давайте я сейчас сделаю... Окей, что мне нужно? Python 3.8. Есть у меня вообще такое окружение? Да, вроде есть. Значит, в Anaconda сейчас стандартный Python версии 3.8. Я тоже буду использовать 3.8, хотя уже вышел 3.9, и там есть какие-то хорошие функции, которых в 3.8 нет. Итак, значит, смотрите, после того, как вы создаете новый ноутбук, у вас должна быть, если вы действуете локально, у вас должна быть вот такая штука. Если вы находитесь в колабе, у вас должна быть вот такая штука. Она не очень похожа. Python 3.8 нормально, да. У вас, скорее всего, значит, скорее всего, когда вы создаете environment, у вас здесь только одна возможность выбрать. У меня просто установлено много так называемых кирналов. Я сейчас скажу поподробнее, о чем все это и как все это вообще устроено. В общем, создайте тот ноутбук, который получается создать. Скорее всего, он будет тем, который нужен. Так, ну что, давайте попробуем что-нибудь сделать. Я просто сделаю такую штуку. Так, наверное, я пока отключу line numbers. Значит, здесь в этом самом документе, в Jupyter ноутбуке, это такой документ, который состоит из ячеек. Ну и в ячейке может быть код, а может быть какие-то, могут быть какие-то комментарии к коду или просто какой-то текст. Ну вот если здесь в ячейке код, если я нажимаю shift-enter или нажимаю вот эту кнопочку run, то у меня этот код выполняется, и вот здесь я вижу результат выполнения этого кода. Давайте, может быть, покрупнее сделаю чуть-чуть. Вот, получается, работает, выдается правильный ответ. Значит, давайте я скажу два слова о том, с чего сейчас вообще происходит. Значит, как вообще устроен весь этот мир. Во-первых, есть Python, это просто такой язык программирования. Он получает на вход некоторую программу, то есть текст, состоящий из строчек, команд, которые он должен выполнить, и дальше он их может выполнить, выдать вам какой-то результат. Значит, мы используем вот эту среду, которая называется Jupyter, и это такая среда, с помощью которой можно легко получить доступ к различным языкам программирования. Мы ее используем конкретно для Python. Собственно говоря, название Jupyter – это сокращение от трех языков, которые были изначально. Это Julia, Python и R. Вот, и соответственно, значит, мы сейчас используем Jupyter для того, чтобы получить доступ к Python. И, значит, это просто такой удобный интерфейс. Нам не нужно там сохранять куда-то файл, его как-то компилировать, заходить в командную строку или заходить в какую-то ID. И вот, просто набираем какой-то код, говорим, shift enter, он запускается сразу. Ну, в принципе, я говорю, что Jupyter может работать с разными языками, но вот вы видели мой список так называемых кернеллов, то есть тех самых языков программирования, которые у меня сейчас установлены. Это разные версии Python, тут даже JavaScript какой-то затесался. Вот, в общем, довольно универсальная штука. И это довольно удобно, когда вам нужно не написать какую-то программу, которая будет работать автономно, а именно, либо когда вы просто учитесь, либо когда вы делаете какую-то такую интерактивную работу, когда у вас есть там какая-то задача, допустим, какой-то массив данных, и вы хотите с ним вот с помощью языка программирования как-то взаимодействовать. Ну, именно благодаря тому, что вы пишете код и сразу же получаете результат. Вот, соответственно, вот эта вот вся штука называется Jupyter. И Anaconda – это такой, как называется, дистрибутив Python, потому что Python – это просто язык программирования, но на самом деле это, как и любой другой современный язык программирования, это еще и целая экосистема, то есть это некоторый массив всевозможных библиотек, которые были для этого самого Python написаны. Ну, и, соответственно, Anaconda хороша тем, что она сразу же там, как говорят, batteries included. Значит, когда вы устанавливаете Anaconda, вы сразу же получаете не просто голый Python, а Python с кучей дополнительных пакетов, которые нам пригодятся. Ну, и плюс ко всему, это самый простой способ установить Python и все необходимые библиотеки под Windows. Вот, соответственно, вот то, что мы сейчас сделали, вот это, значит, мы выполняли какие-то команды. То есть эта команда, вот это вычисление значения этого арифметического выражения как раз сделалось с помощью Python. Вот, ну и, собственно говоря, можно что-то более сложное написать. Значит, любые арифметические выражения можно вводить. А, вот это, кстати, интересная штука, на которую мы напоролись. Ладно, это я потом вам расскажу про нее. Считайте, что ничего не было, мы ничего не видели. Вот, значит, ну вот можно использовать Python в качестве калькулятора. Я довольно часто его так и использую, но не только так. Вряд ли я бы стал делать курс про калькулятор, если мне останется. Окей, ну давайте поговорим немножко про базовые какие-то вещи. Значит, в Python есть разные объекты, с которыми вы можете делать какие-то преобразования. Ну, давайте, раз уж мы начали говорить про типы данных, раз уж мы начали говорить про арифметику, давайте я скажу сразу пару слов. Значит, вот такие вот арифметические операции делаются естественным образом. Плюсик сложения, звездочка умножения, скобки, работает все, как в школе учат. Значит, есть некоторые особенности. Вот, например, если я поделю 4 на 2, то получится, видите, получается число 2.0. И это не то же самое, что будет, если я, например, умножу 1 на 2. Ну, почему так? Дело в том, что Python различает целые числа и так называемые числа с плавающей точкой. То есть числа с плавающей точкой – это как бы некоторое такое компетентное приближение к вещественным числам. И в результате операции деления вот такое вот получается обязательно число с плавающей точкой. Ну, потому что, может, оно… Потому что оно в данном случае разделилось нацело, но могло бы разделиться не нацело. Например, могла бы быть какая-нибудь вот такая ситуация, и мы получили бы какое-то такое вот число. Значит, вместо запятой, как это обычно принято в программировании, используется точка в качестве разделителя. Ну, как вместо десятичной запятой – десятичная точка. Вот. Окей. Ну, давайте я, наверное, покажу какой-то более сложный концепт. Смотрите, значит, есть понятие переменной. Собственно говоря, программирование на таких языках, оно, как правило, начинается с того, что у вас возникают какие-то переменные. Значит, вы можете присваивать переменным какие-то значения. Например, x я присвоил значение 12, y я присвоил значение 32. И если я теперь запускаю эту ячейку, вроде бы ничего не происходит, но на самом деле создаются две переменные, x и y, и им присваиваются вот эти значения. Теперь, если я буду в следующих ячейках, которые я выполняю после того, как выполнял эту, если я буду использовать x и y, то у меня будет вместо них подставляться их значения. То есть переменные в программировании – это какая-то штука, похожая, ну, я не знаю, с одной стороны, она отдаленно похожа на переменные в математике, потому что она тоже может принимать какие-то разные значения. С другой стороны, про переменные в программировании – хорошо думать как то, что это какая-то такая вот ячейка, какая-то область памяти, которая содержит некоторые значения. Ну, в частности, переменные могут менять свои значения. Вот, например, у меня здесь было написано, что x равняется 12. Если я сейчас смотрю, что такое x, я вижу, что x – это 12. Но потом я передумал и сказал, пусть у меня теперь x равняется 15. Если я теперь посмотрю на x, то видно, что x равняется 15. Тут дальше возникают некоторые тонкости, связанные именно с использованием вот этой среды Юпитер. Смотрите, если я сейчас запущу, еще раз запущу вот эту ячейку. Как вы думаете, что будет, что я увижу? Значит, взял эту ячейку и еще раз запустил. Видно, что в этой ячейке x тоже 15. И это такое место, в котором хочется сказать много не очень добрых слов в адрес разработчиков Юпитера, потому что тот порядок исследования ячеек, который есть в документе, не имеет ничего общего с тем порядком, в котором эти точки выполняются. Выполняются не так, как вы их запускаете. Вот я запустил вот эту ячейку, а потом вот эту ячейку. После того, как я запустил вот эту ячейку, у меня переменная x приняла значение 15. Когда я после этого запустил эту ячейку, использовалось значение 15. Поскольку ячейки можно запускать в произвольном порядке, вы можете в какой-то момент увидеть на экране что-то очень странное. В принципе, если бы так посмотреть на то, что здесь сейчас происходит, если бы мы не знали, в каком порядке мы чего запускаем, мы бы очень удивились тем, что если мы смотрим сверху вниз, здесь x присвоено значение 12, а потом вдруг бац – x 15. Если внимательно посмотреть, здесь Юпитер пишет, в какой по счету запуск ячеек это есть. То есть видно, что здесь на самом деле вот эта ячейка была 11, а вот эта была 12. Так что если внимательно посмотреть на вот эти числа, можно понять, в каком порядке запускалось. Но, в общем, если вы запутались с тем, что у вас в каком порядке происходит, есть такой полезный метод. Вы можете сделать kernel restart and run all. Когда вы делаете kernel restart, Python забывает все значения переменных, которые он знал, и, соответственно, run all позволяет запустить все ячейки сверху вниз, но в том порядке, в котором они написаны. Так, чтобы у вас не было бы ничего странного. Это очень полезная вещь, когда вы видите, что что-то происходит странное с вашим кодом. Вот. Ну, хорошо. Давайте задам такой вопрос. Вот смотрите, если я напишу вот так и запущаю эту ячейку, что произойдет? Значит, вопрос, естественно, к тем, кто раньше не сталкивался с программированием или сталкивался, но забыл. Что происходит в этом случае? Он запишет, что ошибка, ничего не посчитает. Выдаст, что ошибка. Почему выдастся ошибку? Можно было бы ожидать, что будет ошибка, если бы мы воспринимали бы эту строчку как некоторое равенство, как уравнение математическое. Но на самом деле вот это использование здесь равенства, оно имеет совсем не тот смысл, который используется в математике. Вот этот значок равенства, это называется оператор присваивания, assignment operator. И он говорит следующее. Он говорит, что нужно вычислить значение вот этого выражения и положить результат этого выражения в переменную, которая написана слева. Поэтому произойдет следующее. У вас здесь, вот к этому моменту, x имело значение 15. Когда я выполняю эту строчку, вот это выражение имеет значение 16. И дальше это выражение, число 16, присваивается x. После того, как я это выполняю, вроде бы ничего не происходит, но на самом деле меняется значение переменной x. Значит, если вы хотите посмотреть, какие у вас есть переменные, какие значения они принимают, есть вот такая штука, которая показывает, какие у вас есть переменные и какие значения у них есть. Не обращайте внимания на то, что у меня есть переменный blackreeformat. Это некоторая штуковина, которую я... Результат того, что у меня установлен некоторый расширенек, который нас пока не интересует. У вас, по идее, должны быть две такие строчки. То есть по ходу работы алгоритма переменные могут менять свои значения. Причем в Python, в отличие от других языков программирования с так называемой строгой типизацией, в Python используется динамическая типизация. Это означает, что переменные могут не просто менять свои значения, они могут менять тип значения, который они содержат. Но про тип мы сейчас поговорим поподробнее. Понятно ли, как все это устроено? Есть ли какие-то вопросы на текущий момент? Да, скажите, пожалуйста, у меня организационный вопрос. А вы будете куда-то ноутбуки выкладывать после пары? Буду, все будет. То есть, хорошо, спасибо. В принципе, в целом, очень полезно, мне кажется, повторять то, что я делаю у себя, потому что, ну, как бы, если у вас возникнет какая-то проблема, то гораздо лучше, если она у вас возникнет во время занятия, чем когда вы будете один на один с Python, потому что я смогу бы быстро помочь, по крайней мере попробую. Но тут кому удобнее. Мне в целом кажется, что ужасно полезно прям по ходу занятий делать ровно то же самое, что делаю я. И, возможно, если остается время, экспериментировать, делать шаг влево, шаг вправо, исследовать то, что вам интересно. Вообще, программирование, на мой вкус, очень благодарная тема для обучения, потому что вы непосредственно взаимодействуете с объектом, который вы изучаете, можете взаимодействовать как угодно. Вы можете всегда проверить, как работает та или иная штука, если у вас возникает вопрос, а что будет, если я сделаю то-то и то-то, вы можете мгновенно получить на него ответ. Мне очень нравится в этом смысле. Изучать программирование, преподавать программирование. Вот. Хорошо. Так, еще вопросы какие-нибудь? Окей, давайте я проверю вот что. Напишите мне, пожалуйста, в личку, если за последние 15 минут вы узнали что-то новое. Я хочу понять, правда ли, что… Возможно, что я рассказываю то, что всем уже и так известно. Я тогда ускорюсь. Можно просто в личку в зуме мне написать. Окей. Хорошо. Значит, я вижу, что… Я вижу, что все-таки новое я что-то рассказываю. Не для всех, к сожалению, но тут разный у всех уровень. И поэтому я говорю, что первые занятия будут действительно такими довольно медленными. Ну что, едем дальше. Значит, смотрите, давайте поговорим немножко про разные типы данных. Значит, ну вот смотрите, мы уже видели, что бывают числа. Бывают, что бывают числа, и бывают разные числа. Бывают числа вещественные, бывают числа целые. И питон их, вообще говоря, различает. Значит, бывает еще тип данных, который нам сейчас пригодится. Это строковые данные. Значит, вот, например, я могу взять и создать какую-нибудь строку. Значит, строки обозначаются… Ну, для того, чтобы задать число, я просто пишу это число. Для того, чтобы создать строку, я пишу эту строку в кавычках. Ну, потому что питону нужно понимать, что это некоторое значение, а не, например, имя переменной. Значит, вот я сейчас создал строку под названием hello world и поместил ее в переменную s. Теперь у меня в s лежит hello world. Значит, тут возникает сразу, как обычный вопрос. Видите, я когда создавал строку, использовал двойные кавычки, а когда выводил строку s, питон использует одинарные кавычки. Чем они отличаются? Тут редкий случай, когда есть короткий и простой ответ – ничем. Единственное, почему здесь используются два разных типа строчек, это потому что иногда полезно, например, допустим, я хочу использовать двойные кавычки внутри моей строки. То есть я хочу создать строку, внутри которой используются двойные кавычки. Ну, допустим, я хочу написать что-нибудь в таком стиле. Значит, ну вот в этом случае, если бы я использовал, в качестве внешних кавычек использовал бы двойные кавычки, то у меня возникла бы ошибка, потому что питон бы решил, что вот… Ну, давайте я попробую это сделать. Собственно говоря, даже по подсветке синтаксиса видно, что питон считает, что вот здесь строчка началась, а вот здесь закончилась. А потом вот что вот это такое, вообще непонятно. А дальше снова началась строчка и тут же закончилась. Ну, вот чтобы такой проблемы не возникало, если я хочу внутри строки использовать какие-то кавычки, я использую просто, значит, в качестве разделителя использую другой тип кавычек. Ну, вот видите, все работает. Или наоборот. Я могу использовать апостроф, одинарную кавычку, внутри строки, тогда внешние кавычки становятся двойными. Вот. Значит, про строки мы еще поговорим, про работу со строками мы еще поговорим, отдельная история. Но сейчас я просто хочу продемонстрировать, что бывают разные типы данных. И на самом деле вы можете взять любой объект и узнать, какого типа этот объект. Для этого используется функция type. Значит, я могу, например, спросить, какого типа вот это самое значение переменной s. Ну, в данном случае у меня в s лежит вот эта строка. И мне говорят, что типом этой самой переменной s является str. str – это питоновское обозначение для типа данных, вот именно строк. Значит, аналогично я мог бы написать, например, вот так. Здесь не обязательно стоит переменная, здесь может стоять и сам объект. Вот то, что мы используем для того, чтобы этот объект создать. Значит, или, например, вот так. Или, например, вот так. Вот. Значит, соответственно, бывают разные типы данных, и можно конвертировать из одного типа в другой. Например, если у меня есть строка, скажем, 1234, и я хочу превратить ее в число с плавающей точкой, я могу сделать вот так. Значит, если я скажу, x равняется вот такой штуке, то видно, что у меня x – это честное число, я могу к нему, например, прибавить какое-нибудь другое число. Если я попробую взять строку и прибавить к ней число, то я получу сообщение об ошибке, потому что непонятно, чего я хочу сделать. Непонятно, как можно сложить число со строкой. Вот. Значит, соответственно, вы можете использовать вот эти названия функций, названия типов данных. На самом деле, это не просто названия типов данных, а их можно использовать в качестве таких функций, которые превращают один тип данных в другой. Ну, если это возможно, конечно. Естественно, если я попрошу сделать что-нибудь вот в таком роде, то я получу сообщение об ошибке, потому что нельзя превратить строчку hello в число. Хорошо. Давайте сделаем какую-нибудь, напишем какую-нибудь простую программку. Вот смотрите, еще одна вещь, которая нам сейчас понадобится, она не то, что нам понадобится глобально, но она нам понадобится для того, чтобы домашки делать. В питоне можно запрашивать какой-то ввод с клавиатуры. Но когда мы работаем с питоном вот так вот в интерактивном режиме через Юпитер ноутбук, это не особенно полезно, но для нашей цели пригодится. Смотрите. Значит, давайте я напишу такую штуку. Значит, одна из простых программ, я не знаю, когда мне было лет восемь, мне подарили компьютер, это был очень смешной компьютер, в нем было, он выглядел как такая большая красная клавиатура, подключался к телевизору, а вместо жесткого диска там был обычный бытовой магнитофон. И все программы, которые можно было загрузить, они загружались из кассет. Значит, нужно было воткнуть кассету в магнитофон, нажать «Проигрывать». Магнитофон начинал жужжать, и по этому жужжанию компьютер восстанавливал, что там записано. И там был язык программирования BASIC, и я одна из первых программ, которые я написал, ну, я, наверное, списал из какой-то книжки просто, но все равно для меня это было чудом. Какая-то программа, которая выглядела, ну, вот примерно вот так, как я сейчас пишу. Да, я забыл сказать про функцию print, но сейчас скажу. Значит, если я запускаю вот эту штуку, происходит следующее. Эта ячейка запускается. Здесь вы видите поле ввода, и если я здесь наберу что-нибудь, то дальше выполнится вторая строчка. Ну, вот эта вторая строчка, значит, здесь используется функция print. Она просто печатает то, что ей передано, то, что написано в скобках после этой функции. Значит, вообще, надо сказать, что мы тут как-то так довольно неожиданно столкнулись с функциями в программировании. Значит, функции в программировании, опять же, в какой-то мере похожи на функции математические. У функции есть аргументы, которые пишутся после названия функции в скобках. Ну, и дальше функция что-то делает. Функция – это такой способ задать какое-то действие с этими аргументами. Ну, в частности, например, есть функция print, которая просто распечатывает свои аргументы. Ну, и вот первая программка, которая просто спрашивает, как вас зовут и вас приветствует. Значит, давайте на нее посмотрим, как она работает. Запускается эта функция input. Функция input ждет, когда вы введете что-то с клавиатуры. После этого то, что вы ввели, она, как говорят, возвращает. То есть у вас значение вот этого выражения превращается в то, что вы ввели с клавиатуры. И после этого оно записывается в эту переменную s. И дальше, когда выполняется вторая строчка, вот сюда вместо s подставляется та самая строка, которую вы здесь ввели. Ну, вот так это работает. Давайте я дам короткое задание. Можно быстрый вопрос? Давайте, да, обязательно. Получается, если вы print задаете несколько разных вещей, а между ними автоматически провел ставит? Да, 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 да. Значит, print по умолчанию, если вы ему вскармливаете несколько аргументов, значит, он по умолчанию разделяет эти аргументы пробелами. Его можно перепрограммировать так, чтобы он бы этого не делал. Я чуть попозже скажу, как это делается. Но по умолчанию, да. Поэтому я сначала здесь написал пробел, а потом его стер. Потому что он, на самом деле, здесь не нужен. Вот, окей. Давайте коротенькое задание. Напишите код, который запрашивает с клавиатуры, допустим, целое число и возвращает его, умноженное на 2. Ну, то есть вы говорите 1, он говорит 2. Вы говорите 10, он говорит 20. Давайте я дам минут 5 на то, чтобы вы это сделали, или минуты 3. И если у вас что-то не получается, пишите мне в личку. Ну, то есть вы говорите в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы здесь с ошибками ничего делать не пытаемся. С ошибкой? Если вводится неправильный ввод, то да, мы просто разрешаем питону наругаться на нас и ничего с этим не делаем. Ладно. Продолжение следует... 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 такими штуками то первое решение которое хочется хочется сделать это что-то в таком роде и вот я ввожу какое-нибудь число и в ответ получаю что-то странно она конечно удвоилась но немножко не так как мы привыкли что удваиваются числа почему так происходит дело в том что на самом деле input всегда возвращает строку ему неоткуда узнать что мы ожидаем что бы он вернул именно число он просто запад делать запрос клавиатуры и возвращает то что пользователь набрал пользователь мог набрать все что угодно любую строчку поэтому интел всегда возвращает строку соответственно когда мы выполняем эту штуку у нас в number лежит строка вот если я сейчас посмотрю что у меня в number сейчас есть видно что эта строка 1 2 3 операция удвоения со строками ведет себя таким забавным образом ну давайте давайте посмотрим как работает операция сложения вот если у меня есть две строки и если я их сложу то они как говорят конкатенируются то есть просто к одной строке приписывается другая строка в питоне операция плюсик когда она применяется к строкам работает как конкатенация строк но и в принципе неудивительно что операция умножения на число ну как если плюсик это конкатенация то умножить например на 3 это что означает означает конкатенировать строку саму с собой три раза то есть просто повторить ее три раза соответственно то что здесь произошло произошло то что должно было прийти значит у нас число 123 на самом деле было не числом а строкой и она удвоилась в смысле конкатенация строк поэтому нам нужно было сделать какое-то преобразование нам нужно было вот эту самую штуку number превратить действительно в число ну давайте я как-нибудь сделаю сделаю как-нибудь вот так и здесь я сделаю вот такую штуку это разумеется можно было бы сделать гораздо короче давайте я даже оставлю пока этот код а новый напишу ниже вот такая штука вроде работает да а значит смотрите среди тех ошибок которые я видел была еще одна которая выглядела вот так если вы видите что-то вот в таком вот стиле какой то вот такую вот ошибку то это скорее всего означает что произошло следующее вы случайно переопределили какую-нибудь функцию дело в том что в питоне много чего можно переопределить например я могу сделать что-нибудь странное например я могу сказать что он input равняется hello после этого input перестает быть функцией которая работает так как должна работать и становится просто строкой то есть она как бы становится просто переменной поэтому если я попробую сделать вот что-то в таком роде то я получу как раз ровно вот ту ошибку которая которая у меня здесь была выше значит если вы видите такого типа ошибка она выскочила в ком-то неожиданно для вас месте проверьте что вы случайно не переопределили какую-нибудь из функций которые вы используете например вот в этом коде можно было переопределить input переопределить int или переопределить print в частности это означает что не следует в качестве названий для ваших переменных использовать какие-то из функций которые в питоне есть вот давайте еще скажу два слова про функции вот смотрите значит мы обсуждали что можно делать всякой арифметрической операции но если я попробую например вычислить квадратный корень то я получу ошибку питон не знает функции скворт хотя казалось бы всегда квадратный корень должен называться именно так ну как правило называется скворт от слов скворт вопрос почему так получается но неужели питон не умеет считать квадратные корни на самом деле умеет и но конкретно эта функция скворт находится в так называемом модуле то есть она не входит в то что питон предоставляет прям совсем по умолчанию вот скажем функции которые функции input или функции print значит она встроена прям непосредственно в сам питон а функция скворт не встроена она встроена в стандартную библиотеку и конкретно в модуль math который в этой библиотеке есть поэтому можно сделать вот так и вызывать функцию скворт здесь я указываю что я вызываю функцию скворт из модуля math используя вот эту самую точку перед этим нужно было набрать эту команду импорт math значит еще одна частая ошибка что вы пытаетесь политиковать функцию но вы забыли написать соответствующий импорт выше и вы видите что функции существует получать кого-то вот такого типа ошибку значит можно писать вот так это немножко занудно можно сделать вот так значит как бы когда я делаю вот такую штуку я говорю что у меня теперь м это будет ссылкой на модуль модуль math просто я его как бы переименовываю и теперь я могу обращаться к тем функциям которые в этой самой библиотеке точнее в модуле math лежат могу обращаться вот таким образом ну если мне неохота писать каждый раз м . то я могу сделать вот так from math import скворт и сказать что я хочу импортировать конкретную функцию и дальше использовать эту функцию безо всякого префикса вот соответственно частенько мы будем импортировать какие-нибудь функции из разных модулей которые нам нужны илья я не совсем понял ваш вопрос как обратно вернуть in значение функции а я понял смотрите да это хороший вопрос я тут не договорил значит если вдруг вдруг так случилось что вы такие да сломали какую-нибудь стандартной функции что делается чтобы все это починить значит вот мы сейчас сломали input и у нас теперь input стал строкой перестает работать в нормальном в нормальном режиме значит есть два способа первый способ суровый вам нужно просто перезапустить ядро сделать kernel restart после этого значение всех переменных забываются и в том числе забывается тот факт что вы переопределили какой-нибудь из функций но если вам не хочет делать делать перезапуск ядра то вы можете сделать вот так вы можете как бы удалить эту переменную и теперь input перестает быть перестает быть переменной она возвращается в нормальную функцию но здесь что-то написано страшно bound method kernel raw input но в общем суть в том что это просто просто обычный обычный input значит вы можете таким образом удалять собственные переменные которые вы создали например у меня была когда-то переменная x я могу взять и удалить теперь нет никакой переменной x соответственно если вы удаляете переменную которая закрывала собой какую-то стандартную функцию то перемены удаляются а соответствующий идентификатор продолжает ссылаться на ту функцию которая на которой ссылался всегда вот хорошо давайте что-нибудь сделаем веселенькое давайте окей ну давайте я еще покажу одну забавную штуку ладно я потом покажу давайте решим задачку значит такое число фибоначчи число фибоначчи это какая-то такая история значит у нас есть x1 равняется единице x2 равняется единице а дальше x к плюс 1 равняется x к плюс x к минус 1 где к пробегает значение там от двух до бесконечности до юпитер ноутбуки можно вставлять ячейки но смотрите здесь у ячеек бывают грубо говоря два основных формата формат формат код и формат маркдаун соответственно формат код используется когда вам нужно написать какой-то исполняемый код а формат маркдаун нужен для того чтобы добавить какие-то вот такие вот комментарии к этому коду ну можно добавлять комментарии просто средствами самого самого питона как я где-то здесь кажется выше уже делал вот если вы пишете решетку то соответствующая строчка превращается в комментарий все что все что после решетки это комментарий питоне но если вы хотите какой-то более красивый оформленный комментарий то вы можете создать ячейку при их переключить его формат маркдом и дальше в этой ячейке вы можете использовать какие-то какой-то специальные специальные маркдауновские обозначения например вот так можете создать заголовок Дальше вы можете использовать, как видите, теховскую нотацию, чтобы добавить каких-то формул. Примерно так это все работает. Когда вы выполняете эту ячейку, она просто превращается в такую вот штуку. Соответственно, давайте посмотрим. Я хочу сейчас написать некоторый код, который будет нам считать числа Fibonacci. Но, наверное, мы не можем сразу же написать такой код, потому что мы еще ничего не проходили про циклы. Но давайте сделаем какой-то код, который будет считать числа Fibonacci в таком полуручном режиме. А именно, вот у меня есть ячейка. Давайте я сделаю так. У меня есть ячейка, которая устроена таким образом. Я помню, что мое предыдущее число единицы и мое текущее число единицы. А дальше задача такая. Написать ячейку, которая при каждом запуске будет выдавать очередное число Fibonacci. Давайте я в качестве примера того, что я хочу сделать, давайте я приведу какую-то чуть-чуть более простую историю. Давайте я сделаю сейчас не число Fibonacci, а в таком же стиле сделаю какую-нибудь геометрическую прогрессию. Вот смотрите, у меня есть х, которая равняется, допустим, единице. А потом я сделаю такую строчку. Х равняется х умножить на 2. И, допустим, print x. Вот теперь, если я выполняю эту ячейку, если я ее выполняю несколько раз, то видно, что у меня каждый раз выдается очередная степень двойки. Вот я хочу то же самое, только с числами Fibonacci, чтобы у меня бы не степень двойки выдавались, а вот последовательные числа Fibonacci. Значит, 1, 1, 2. Ну, давайте 1, 1 пропустим, или можете одну из этих единиц пропустить. Но, по крайней мере, начиная с какого-то момента должны выдаваться числа Fibonacci. Как-то вот так должно выглядеть. Ну что, попробуйте сделать это. Значит, если получилось, присылайте свой код в личку. Если не получилось, присылайте тоже свой код. И сообщение об ошибке можно, проще всего, наверное, прям скриншотом просто прислать, чтобы было видно ваш код и видно сразу же ошибку, которую вы получаете. Если получилось, но выдается что-то не то, тоже присылайте, посмотрим. А можно работать в двух ячейках? Ну, как бы, смотрите, сейчас предполагается, что вы делаете следующее. Вы один раз запускаете вот эту первую ячейку, как бы, инициализация, а потом вам нужна ячейка, в которой может быть несколько строчек. Только одна? Только одна, да. Ну, на самом деле, смотрите, поскольку... Так, чтобы она выдавала пару чисел? Да. Можно. Окей. Но главное, чтобы каждый раз, вот при каждом запуске, при каждом запуске было бы новое. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Значит, в принципе, всякие шорткаты тут написаны в этих самых меню. То есть, смотрите, если вы не редактируете ячейку, вы можете нажать кнопку Escape и перейти в состояние, когда вы управляете ячейками. После этого начинают работать вот эти шорткаты. То есть, например, если я хочу добавить ячейку, то я просто могу нажать A, и у меня ничего не произойдет. Вот так. Нажимаю A, у меня ячейка добавляется. Нажимаю DD, ячейка удаляется. Так что, в принципе, здесь можно посмотреть по меню, чего еще можно делать с ячейками. Их можно разделять, склеивать, перемещать вверх-вниз. В общем, все это возможно. И есть вообще, вот здесь справка по клавиатурным шорткатам. Здесь все есть. А по каким причинам она может не компилироваться? Типа, вот есть код, но он его не выполняет. Проверьте, какого типа у вас ячейка. Самая распространенная ситуация – это когда у вас ячейка случайно превратилась в ячейку типа Markdown. Нет, написано код. Просто там вместо в чиселка написано в звездочку. А, это означает вот что. Смотрите, да. Значит, если так оказалось, что у вас… Вот смотрите, что могло быть. Вот смотрите, когда-то я здесь запустил вот эту ячейку. И эта ячейка стала выполняться и стала ждать моего пользовательского ввода. Если я в этом месте забыл этот пользовательский ввод ввести, дальше эта ячейка никогда не выполнится. И следующая ячейка тоже никогда не выполнится. Python будет ждать, когда выполнится эта ячейка, и ждать до бесконечности. Причем, кажется, у Юпитера есть какой-то то ли баг, то ли фич, я уж не знаю, что в каких ситуациях, которые я не понимаю, в каких именно, вот это поле для пользовательского ввода отваливается. И когда оно отваливается, у вас уже вообще нет никакой возможности эту ячейку выполнить. Пока оно есть, вы можете, по крайней мере, сюда что-то ввести. Поэтому общее правило такое. Если вы запустили ячейку с инпутом, никогда не уходите из этой ячейки. Просто сделайте хоть какой-нибудь инпут. Если вы в данный момент не хотите ничего сделать, просто нажмите Enter. И чтобы эта ячейка полностью выполнилась. Иначе может действительно возникнуть вот такое вот как бы зависание системы, на результате которой у вас никакие ячейки не выполняются. Значит, что проявляется в том, что здесь рисуется звездочка. Это как-то кроме как рестарта можно починить? Потому что я удалила уже эту часть, где инпут был. Нет, к сожалению. А, кстати, давайте проверим. Допустим, я делаю вот что. Допустим, я вот эту ячейку возьму, да и удалю. Да, и все. Ну вот я бы так села только что. Да, да, да. Никак кажется. Я не знаю способа, как это можно было бы сделать, кроме как kernel restart. Но, в принципе, это не страшная операция kernel restart, потому что Python при этом, конечно, забывает все значения всех переменных. Но, по крайней мере, весь ваш код, который вы здесь написали, все содержимое ноутбука сохраняется. Поэтому это нехоти какая проблема. Но действительно, вот с этими инпутами надо быть поосторожнее. Я не знаю, кстати, можно ли как-нибудь... Он у вас с результатами наоборот, по-моему, показывает. Как зафризить. Не хочу зафризить. Хочу расфризить. Непонятно. Нет, это какие-то явно не относящиеся к делу результатов. Короче, я не знаю способа, как это сделать, кроме как делать restart kernel. Хорошо. Ну что, значит, я так понимаю, что почти у всех, наверное, может быть, даже и совсем у всех, получилось сделать код для чисел Fibonacci. Ну, давайте я его все-таки напишу. Опять же, я начну с неправильного кода. Как правило, люди пишут, что они в таком роде. Например, car равняется car плюс prev, а дальше prev равняется car. Дальше, например, print car. Давайте попробуем вот такую штуку запустить. Посмотрим, что получается. Два, четыре, восемь. В общем, получается не то, что мы хотим. Хотя, казалось бы, я хотел сказать примерно то, что здесь написано. Я сказал, что у меня новое значение car должно равняться сумме старого значения car и предыдущего значения, а предыдущее значение должно присвоиться новому значению. Почему такой код не работает? Почему? То есть он работает, но совсем не так, как мы хотим. Почему получается степень двойки вместо того, что получается число Fibonacci? Ну, потому что мы car уже переименовали. Он же к новому car отсылается. Да, нам нужно было бы сделать так, что в переменную prev попало не новое значение car, а то значение car, которое было до того. А его мы просто потеряли. Вот в этой строчке мы это, то значение car, которое у нас было, мы его просто потеряли. И здесь есть несколько хакерских способов, как можно было бы эту проблему обойти. Но такой канонический способ, который вам должен прийти в голову, если вы впервые видите такого типа задачку, это ввести новую переменную. Например, я мог бы сделать так. Я мог бы новое значение записать не в car, а в какую-то промежуточную переменную. New var. Можно new написать. После этого можно было бы, например, даже его вывести. После этого можно было бы аккуратно переместить, только в правильном порядке. Значит, мне нужно сначала в переменную prev написать то, что было в car, а потом то, что было в new, записать в prev. Да. Значит, давайте попробуем еще раз это запустить, проверим, как оно работает. Два… ой, я зря два раза печатаю его. Два, три, пять, восемь, тринадцать. Вроде работает. Значит, да. Значит, если я хочу запустить одну и ту же ячейку несколько раз, значит, если я хочу ее запустить и создать новую ячейку, или перед их следующей, нажимаю Shift-Enter, а если я хочу ее запустить и остаться на этой же ячейке, то, ну вот у меня под Mac-ом это Command-Enter, а кажется, под Windows-ом это Control-Enter. Я хотел спросить, у меня возникла проблема в правом верхнем углу, висит плашка Error, и он позволяет писать любые команды, но не выполняет их. Не выдает ошибку, ничего. Попробуйте перезапустить ядро. Уже то же самое. То же самое. Сейчас плашка остается на месте, да. Хорошо, сейчас посмотрим, что там происходит. Окей, значит. Ну что, у нас вроде бы время подошло к концу, значит, мы не то чтобы много про программирование успели узнать сегодня, но завтра продолжим обсуждать какие-то базовые программистские штуки, циклы, условия и все такое прочее. Спасибо. Спасибо.